всем привет вы на канале настольный house сегодня поговорим о третьем последнем самом большом стартер сети для аоса и немножко затронем доминиум и так третий самый большой стартер сет в плане модели ничем не отличается от предыдущего harbringer сет стартер сета однако в нем имеется немножко тирейна и бумажное поле заменено на плотное картонного поля да это плотно картонное поле не такой уж не супер долговечный даже при постоянном использовании вряд ли с ним что-то криминальное случится ну да ладно с полем закончили поговорим немножко тирейне здесь его достаточно маленькое количество на самом деле но хоть я и топлю за то чтобы люди мастерили тирейн сами из подручных средств но парочку экземпляров надо иметь официального гв чтобы понимать какого размера делать свои свои собственные поделки это 1 а 2 здесь достаточно очень прикольные сфера и статуя очень достаточно прикольно сделаны самому такие вещи будет сделать проблематично но что в этом деревне мне не очень нравится что здесь нету перегородок второго этажа но в принципе их можно сделать из какой-нибудь там картонки сверху накинуть поэтому но здесь каждый индивидуально будет подходить к этому вопросу и соответственно коробки extremis это все чем отличается над предыдущей модели все здесь те же самые но давайте поговорим немножко о коробочке dominion здесь нас встречает большое количество миниатюр но большинство из них мы уже рассматривали здесь затронем только тех которых которых мы в предыдущих обзорах не рассматривали и в каких-то других анбоксах начнем с шторм кастов как мы видим красненьким выделены те юниты которые мы до этого не рассматривали а синим модели которые мы в предыдущих обзорах заменяли другими моделями но в целом мы их уже рассматривали теперь рассмотрим того что у нас не было до этого а именно остановлюсь на яндрасти это вот шторм каст герой с крыльями не знаю как так получилось у гв и когда выходил доминион они выливали в на warhammer комьюнити и через зарубежных блогеров карту на нее использование этого юнита в вар край а именно это у нас была модель за 265 очков с 10 мувом 5 стойкости и 30 жизнями и двумя профилями атаки дальнобойное копье до 8 дюймов она кидала 33 атаки четвертой силой с уроном 14 и ближний бой 4 так 4 силы 2 с уроном 24 и имела две способности за дубль до конца раунда боя добавить добавьте один к и показателю защиты дружественных бойцов в пределах 6 дюймов и заклад нанесите количество урона равной способности всем вражеским бойцам в пределах трех дюймов как бы но способности такие посредственные на самом деле а вот карточка юнита достаточно очень интересная поскольку это дает нам доступ к десятому муву и в принципе используя ее в своих в своих скажем так расписках мы можем полностью отказаться от использования грифов поскольку она их превосходит но во многом почему она не появилась на релизе уже когда выкладывали гв выкладывал официальную pdf q и даже в новом томе чемпионов он она не появилась в новые скажем так вот этой вот фракции шторм кастов мне если честно не понятно следующий юнит которого мы не обсуждали в предыдущих обзорах является лидер орков килобосс на какой-то ящерицы за 245 очков 8 мув 5 стойкость 38 жизни 4 4 силу с уроном 25 и он имеет доступ к своей способности в пределах одного от него бросьте количество кубиков равное половине этой способности за каждые три плюс нанесите 3 единицы урона бойцу и соответственно ему также доступен доступна способность стандартная для за дубль для всех орков и заклад для всех лидеров когда в пределе вокруг него все войны орков совершает дополнительные действия движения действия атаки вот в отличие от яндраста и этот парень получил свою реальную карту во всех релизах как бы и до выхода pdf нотки и с выходом уже нового тома чемпионов так теперь немножко поговорим по поводу какая же все-таки коробка лучше всего подходит для именно старта на мой взгляд лучше все-таки приобретение это будет варьер сет самая первая самая базовая коробочка на двоих она и по цене даже на сегодняшний день не такая дорогая то есть в районе там 5000 рублей на 3 апреля ну то есть если вдвоем скидываться это по две с половиной с каждого мы в данной коробке получаем базовый набор моделей и с учетом того что все стартер сет и экстремис harbringer и dominion скажем так в разобранном виде продаются на вторичном рынке к нему будем докупать какие-то юниты которые нам нужны поскольку даже рассматривая предыдущие стартер сет именно который harbringer 2 по величине в нем достаточно много моделей которых мы не используем и ну не все из них хороши скажем так а базовый варьер сет нам дает некую гибкость то есть мы можем купить на вторичном рынке уже какие-то конкретные модели которые нам нужны и а также если мы рассматриваем шторм кастов то там мы можем взять и конкретные новые коробочки таких как ванка шаров обзор есть на канале видео ларов там аннигиляторов тех же мульти партных к сожалению орки в этом плане ограничены у них есть мульти партный набор только стандартных орков а другие коробки которые выходили это монстры и они уже не ну как бы на них нет карт варк для игры варкрай но опять же на вторичном рынке можно приобрести их об гротов и шаманы килобоссы килобоссы на этой и ящерицы и тех же арбалетчиков вообще в принципе варкрай это скирмиш варгейм много миниатюр не нужно и приобретение необходимых миниатюр в большинстве своем происходит на вторичном рынке где можно взять не десятку а пятерку либо и того меньше какие каких-то моделей взять если скажем так руки прямые можно взять пятерку в индикаторов и иметь бицей с мечами сделать из них кастомных ванка шаров с двуручными мечами поскольку визуально это но один и тот же скульпт или приделать к ним как-то луки и это будет видео и также помимо приобретения дополнительных коробочек именно для варьер сета можно рассмотреть покупку бант из андерволт со старых скажем так сезонов а именно тех же шторм кастов там вот палаты магов палаты воинов палаты разведчик который представлен сейчас на экране поскольку сезон и скажем так устарели и на вторичном рынке очень много объявлений с продажи тех или иных юнитов и в стартовый базовый набор варьер сета можно добавлять юнитов из этих бант в качестве союзников это мы только рассмотрели этот вариант что мы к шторм кастом добавляем шторм кастов а помимо этого можно также добавлять юнитов из бант того же андерволт со в рамках одного альянса то есть можно добавлять тех же гномов харадронов так и обычных голеньких домов сильванетов кто там еще был из бант и люминетов также этот эта тема актуальны и для болотных орков то есть имеется банды айронжов сав две штуки в одной из которых арт бойзы а в другой а руки банда гоблинов банда огров банда тролля которого можно добавлять в качестве союзника и это можно использовать даже не в рамках нового тома чемпионов да скажем так в книгах альянсах есть эти юниты базовых книгах не именные скажем так поскольку в новом томе чемпионов эти юниты они именные их также можно добавлять как юниты из нового тома чемпионов из старых гранд альянсов то есть насколько мы видим вот базовая коробка варьер сет имеет очень гибкую настройку в плане докупки новых бойцов в отличие от harbringer extremis и там или того же доминиона где мы получаем много моделей и большинство из них мы не используем поэтому на мой взгляд именно варьер сет является самым лучшим вариантом входа именно новичка с новичков которые до этого не играли вар край и не имеют каких-либо миниатюр что касается там более высоких стартер сетов там harbringer extremis это хороший вариант пополнить модельный ряд где-то в клубах где этих этими моделями будут играть и в тот же аос и эти модели не пропадут там и тот же terrain не пропадет никуда также помимо того что докупить модели можно для варьер сета также можно докупить это картонное поле тоже на свободном рынке миниатюр правда они продаются там отдельно эти картонные поля отдельно terrain из этих коробок есть коробочка в которой содержится два поля правда она одинаковая но можно купить скажем так официальную коробку с двумя полями и поделиться со своим там другом скажем так будет поле у вас будет поле у него и вам придется только носить с собой именно банду свою в общем как я уже сказал для прям совсем совсем новичка самый оптимальный вариант это варьер сет также ребята подписывайтесь на телеграм-канал ссылочка в описании там выкладываю какие-то фотографии между снятием видеороликов варьер сеттэкэр 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 сеттэкэр